всем привет сегодня у нас очередной урок по скетчингу мы рисуем с вами бутон красивой желтой розы для работы я использую скетчбук от малевич 25 процентов хлопка 200 грамм плотности обычный карандаш ластик для эскиза перешла на водостойкие линеры от малевич ну и как всегда моя любимая невская палитра итак давайте сразу приступать к эскизу и первое что мы с вами должны наметить это простая форма форму которая напоминает такую каплю поднимаешься к верху это наш непосредственно сам бутончик розы такое удлиненное яйцо далее мы с вами слегка наметим наши вот эти вот листики толщинка здесь из-под бутона выходит еще один с этой стороны также намечаем произвольном порядке старайтесь чтобы ваши линии были живые чтобы не было каких-то прямо угловатых угловатых моментов а тут так красиво сгибается листочек давайте мы тоже его так согнем далее мы видим отсюда рисуем цветоножку да вот сама вот получается на середина бутончик и посередине мы рисуем наш этот бутончик они бутончик а цветоножку и уходим вниз я мы с вами уже начинаем детально прорабатывать нашу розу она достаточно простая и мы начинаем с нашего первого листика который выходит вот такой вот такой ненавязчивой линии ориентируемся на референс показываем наш лепесток и здесь и уводим его вниз убираем лишнюю округу из которого у нас осталось от яйца начинаем показывать другой выходим вот наша яичко да вот это вот выходим делаем его чуть шире и по спирали заворачиваем сюда вот вниз причем обратите внимание вот у нас тут лепесток да и мы видим что у нас вот где-то отсюда идет листок здесь мы его уводим сюда далее мы от этой вот точки где у нас пересекается наш вот этот лепесток с нашим первым лицо мы выводим еще один лепесточек за ним чуть ниже еще один который только загибается центральный и еще мы видим также сзади еще один лепесток который уходит вот сюда собственно говоря вся наша роза готова теперь мы переходим к линеру и начинаем обводить старайтесь на линер сильно не давить тоже более такие более таки живые линии при этом край лепестков у нас достаточно такой рваный до неровный а то что уходит бутон вот эти вот боковые они у нас очень такие достаточно ровные поэтому смотрите да то есть мы вы здесь провели ровную линию а здесь мы прошлись таким неровным бугристым краем можем даже пройтись второй раз по линии ничего нет в этом страшного для листьев я возьму линер чуть потолще и прохожусь по нашим листочкам при этом тоже обратите пожалуйста внимание что у листочков такой заостренные такие есть края такие шипки шипы вы можете тоже смело показывать далее мы с вами полностью практически затемняем вот эту часть там где у нас не видно сам бутончик такая у нас получается с вами роза стираем карандаш и приступаем к цвету и так для начала мы должны понять откуда падает свет а свет у нас падает справа сверху да то есть вот эта часть у нас освещена и тень пойдет вот под эти медали песками для света мы будем использовать тем у нас будет такой холодный свет лимонный то есть лимонный цвет мы будем использовать для светлых участков для темных участков мы будем использовать любой теплые желтые у меня с неаполитанская светлый желтый такой тепловатый и давайте мы с вами начнем с лимонного начнем с вот этого вот этой страны которую практически полностью у нас на свету и мы смело начинаем вносить этот лимонный цвет полностью его практически прокрываем и теперь сразу же добавляем теплый желтый вот с этой стороны почему у нас так красиво перемешивается такой еле-еле-еле будет заметно будет заметно этим же теплым и закрываем вот эту часть до этого лепестка тепленьким таким переходим дальше начинаем опять с лимонной начинаем с лимонным цветом у нас с вами да если холодный свет то значит теплая тень если теплый свет то холодная тень мы с вами где-то вот доходим то середина можно где-то слегка вот здесь вот под собрать цвет просто такой влажный кисточка чуть-чуть под собираю и далее уже увожу книзу полностью в теплый желтый также я чуть-чуть внесу оранжевый золотистый либо как не оранжевый и вот здесь вот где тенюшка я более положу такой оранжевый цвет также сразу покажу тень вот от этого лепестка можно слегка дать намек да на какие-то прожил очки продолжаем дальше смотрим что у нас лимонный еще отражается вот на этом лепестке нужно его тоже сразу же перекрыть остальные и вот здесь вот вот эта часть у нас тоже лимонная остальное у нас все в тени поэтому мы сразу можем прокрыть нашим теплым желтеньким ту часть эти вот эту часть прокрую чуть-чуть осталось и также вы моим кисточку да и чуть-чуть под соберем вот здесь вот цвет слегка далее возьмем наш теплый желтый с каплей оранжевым и сразу же углубим вот эту часть которую у нас в тени на нас так завернута да в тени и вот здесь можно чуть-чуть показать тень этим лепестком и пока оставить это все подсыхать когда все высохнет мы еще положим тень и теперь мы с вами работаем над листочками у нас также есть теплая сторона которая будет отвечать за оливковый цвет и холодная часть где мы с вами берем оливковый и ультрамарин смешиваем начинаем с верху с этого лепесточка более темным цветом спускаемся аккуратно вниз промываем кисть натираем об салфетку или полотенце берем оливковый и продолжаем сразу к низу ведем оливковым цветом уходим вниз да и опять вносим темно-зеленый который теперь смотрите мы берем каплю ультрамарина вот тут он у меня такой носим эту ультрамариновую каплю вот сюда на самую верхушку чуть-чуть вот так смотрите как у нас сразу светится лепесток таким же образом мы поступаем со следующим мы берем наш от этот темный зеленый здесь достаточно узенькая травинка это узенький лепесточек поэтому очень аккуратно будьте он у нас практически весь в тени единственная сок солнышко у нас вот сюда попадает здесь мы уже берем оливковый добавляем оливковый сюда и книзу и опять же берем ультрамарин и ультрамарина вот эту часть которая у нас слева мы вот таким образом сразу затемняем можно вот этот лепесточек у нас наоборот наверху светленький вот здесь вот у нас а к низу уходит темно-зеленый то есть у нас кончик так подсвеченный переходим к нашему стебельку здесь то же самое у нас с правой стороны вот здесь вот свет сразу вносим оливковый можно полностью перекрыть и уже с левой стороны пока влажно мы вносим наш темный зеленый всем красиво там так перемешивается так с левой стороны мы вносим темно-зеленый можно опять же взять отдельно ультрамарины грамм капли каплю чуть-чуть внести под сам цветок продолжаем дальше переходим к этому у нас здесь листочек загнут поэтому он у нас тут верхушка у нас темная пускаемся к низу здесь попадает свет мы берем оливковый и по краю здесь вот по краям мы проводим оливку остальное все мы заделываем наши темным зеленым постарайтесь тоже все-таки работать быстро потому что у нас все-таки бумага не стопроцентный хлопок и даже в 25 процентов надо достаточно быстро здесь ориентироваться чтобы у нас ничего не засохла если у вас вот такой вот жесткий край как здесь мы просто промываем кисточку вытираем лишнюю воду а салфетку и вот так вот тихонечко растаскиваем так можно даже добавить и лимонный чуть-чуть вот сюда вот в край чуть-чуть внести лимонный чтобы засветился следующий лепесток у нас опять сверху верхушка чуть-чуть до подсвечена оливковым подсветили вот здесь вот остальное все уходим в тень добавляем ультрамарин к вашим оливковой и уводим остальную в тень если получается резкий край промываем кисть убираем лишнюю влагу салфетку и вот протаскиваем этот цвет куда нужно так здесь у нас все подсохло теперь мы нам осталось лишь еще раз показать тень которая достаточно хорошо видно и для тени мы просто используем наш вот этот вот золотистый с теплым желтым и можно слегка добавить сиен натуральный такой более коричневатый цвет и мы с вами еще раз показываем тень который у нас вот от этого лепестка сюда уходит сюда уходит и мы просто это перекрываем тень у нас с этой стороны также снизу вот здесь от этого лепестка тень тут чтобы не было таких четких границ мы опять же промываем кисть вытерли ее в салфетку растушевали вот эту часть давайте полностью перекроем там где мы штриховали тициановым сейчас я промою даже вот такого цвета тициановый смешанные у меня с сиеной жены главное чтобы он был у вас не плотный плотным цветом нам не надо там ничего прикрывать главное чуть-чуть затонировать можно взять кистью лайнер вот такой вот и где-то слегка показать наши прожилки очень тоненькая очень такой деликатной но можно и не показывать если боитесь можно не показывать потому что тут дело такое можно этими прожилками только все испортить поэтому смотрите сами если уверены в себе это можете показать если нет то тогда лучше не стоит этого делать добавим парочку брызг давайте таким оливково-лимонным цветом чуть-чуть теперь дождаемся когда полностью все подсохнет и прорабатываем акценты белой гелевой ручкой меня эта ручка от фирмы сакура и мы с вами проходимся по краям лепестков то вот здесь вот можно чуть-чуть их смягчить особенно верхние прям вот по верху нашего линера где мы рисовали мы просто смягчаем чуть-чуть их приглушаем они у нас не так уделялись и показываем также вот этот сгиб о листика вот здесь нужно вдоль здесь вот так вот подсвечиваем очень хорошо белый гелевую гелевую ручку особенно видно на темных пятнах здесь можно чуть-чуть вот такая вот роза у нас получилось достаточно быстро просто и кстати здесь с вами не закрасили отгнутый ты лепесточек но это просто мы прокрываем оливковым цветом чуть не просмотрела так можно еще чуть больше показать тени больше положить ультрамарина контрастности не хватает если кому-то вот все рисуйте вместе со мной выкладывайте свою работу уже видимо в контакте с хэштегом рисую нижнее подчеркивание скетч чтобы я увидела вашу красоту и обязательно вас похвалила всем пока